Повествовать о греческой мифологии является непростой задачей, особенно если мы думаем, что мы можем использовать простой и прямой язык. На самом деле, миф является одним из самых сложных явлений в истории человеческой культуры. Жан-Пьер Вернан – это человек, который не только изучал греческую культуру, но он также достиг того, что другим было не под силу. Благодаря легкости и компетенции он превратил греческий миф в один из самых увлекательных повествований нашего времени. Ему удалось это благодаря тому, что чрезвычайные события богов и героев из Древней Греции были максимально приближены к нашей действительности. Миф – это не рассказ, это вселенная рассказов и историй. Для греков это сказка, это слово, которое для нас становится образовательной сказкой. Сказка, изображенная на жизненно важных образах с черными и красными фигурами ваас и метоп района реки Сели, привлекает внимание современных посетителей. Они напоминают с помощью системы сложных знаков о разных ценностях, таких как мужество, чистота души, любовь, жертвенность и страсть камеровской памяти. Слово «митос» во время классического века укореняется в значении сказания о богах и героях. Современное слово «миф», происходящее от него, невзирая на глубокий анализ и все научные исследования, проведенные в различных дисциплинарных областях, кажется терпит неудачу пролить свет на его реальное значение. Это повествование о происхождении мира, либо о том, каким образом сам мир и живые существа обрели настоящую форму в определенном социально-культурном контексте. События, рассказанные в мифе, часто происходят без указания конкретного места, и важность повествования придает им религиозное и духовное значение, несмотря на то, что эти рассказы могут быть истинными или ложными. Вместе с обрядом это представляет собой фундаментальный момент в религиозном опыте и дает объяснение природным явлениям или вопросам о космосе и существовании.